Большое спасибо, Владимир. Так, подождем секундочку. Итак, данная тема включает одевантный, неодевантный и метастатический вариант. За ближайшие 20 минут я пообещал рассказать обо всем. Конечно же, иногда целый конгресс занимает описание данного вопроса, но я попытаюсь сделать в 20 минутах и надеюсь, вам понравится. Я хочу предоставить наиболее интересные данные, которые дадут вам некоторые подсказки, некое руководство, каким мы можем лучше работать в ежедневной клинической практике по данным тематикам. Итак, давайте начнем с хердоположительного заболевания. Очень хорошо, большое спасибо. Примерно цифра 25-30% хердоположительности, понимаете? И я думаю, что это всего лишь одна из оценок хердоположительности. Вот, в частности, одно из исследований, которое было опубликовано по беременности и РМЖ. Здесь вы видите вариабельность хердоположительности от 18 до 35%. Это означает, что что-то в этом не так. Что-то в этом не так. Что, популяция изменилась за последние 20 лет? Я в это не верю. Я так не думаю. Нет, понимаете? Опухоль изменила свои характеристики? Вряд ли. Методология, может быть, методология определения хердоположительности, понимаете? То есть до сих пор большой вопрос. Это большой вопрос. Очень многие международные исследования, они описывают очень высокие значения ложноположительных выявлений. 25%, понимаете? И это не является какой-то отдельно взятой историей, понимаете? Если децентрализованное определение хердоположительности, если вы посмотрите, что делают на местах в ЛПУ, понимаете? То это очень вариабельные цифры, очень разные значения, понимаете? Вот первое. Для каждого исследования нам необходимо централизованное тестирование хердоположительности, хердоположительности, чтобы получить сравнимые результаты, понимаете? И это, собственно, что мы всегда и делали. Вот совсем недавно было опубликовано исследование, в частности, Сан-Антонио. Это десятилетие исследования BCRG-006. То есть это большое исследование, мы уже 10 лет имеем наблюдение, исследование Гера, американское исследование и ключевое исследование BCRG-006. Почему я цитирую именно это исследование? Потому что я бы не из соавторов, и это наиболее чистое исследование я бы назвал. Что я подразумеваю по чистым? Чистым в некоторых аспектах. Ну, в первую очередь, все начиналось с централизованного фиш-тестирования. Это самое надежное определение статуса хердоположительности. Далее. Все 3000 пациентов, понимаете, все по фишу шли в централизованной лаборатории, в одном центре, в одних руках, на одном оборудовании, понимаете? Данное исследование имело следующие особенности. Первое. Не было никакого переключения разрешено. То есть примерно 3%, а не более того, переключались после первой публикации Мартина Пикаро. Допустим, у Мартина Пикаро там 60% переключения, понимаете? Исследование Гера смазано все. Дальше определенные проблемы с контрольной группой, потому что контрольная группа, понимаете, получается, она всегда, как правильно, небольшая в долгосрочной перспективе, потому что всех переключили. Дальше американское исследование. Там процент переключения был 30%. Та же проблема. Смазанность результатов. Мы не знаем, за счет чего эффект, понимаете? 60%, 30%. Здесь, в 006, всего 3% переключений. Далее. Это первое и единственное исследование без антрациклинов. Без антрациклинов. Мы, конечно, можем обсуждать целый день важность антрациклинов, насколько они значимы при хердоположительном РМЖ. Но данное исследование однозначно показало, что если мы сравним не антрациклиновый вариант, вот третий вариант, TCH, по сравнению с последовательным вариантом AC и дальше TH или ACT, мы видим соответствующие результаты. Понимаете, нет разницы при наличии антрациклинов. Более того, конечно же, это исследование статистически не было заточено над этим. Здесь была статистическая значимость по сравнению ACT, по сравнению с двумя группами герцептина. Но в любом случае, посмотрите, наблюдение 10 лет однозначно пришло к следующим выводам, которые представлены здесь. Покажите мне, пожалуйста, английскую версию слайдов на большом экране, просит профессор. По-русски он, к сожалению, не читает. Пожалуйста, английскую версию слайдов на большом экране, просит профессор. Я не знаю, что происходит, говорит профессор. Итак, десятилетние данные показали сравнимые результаты ACTH по сравнению с TCH. И десятилетние результаты также показали, что разница всего лишь численная. И здесь практически в 10 событий разница в случае ACTH. Там пятикратное увеличение частоты клинической застройки, сердечной недостаточности, кардиальные проблемы, которые были отмечены, вы видите. И таким образом TCH становится гораздо более приемлемым режимом, гораздо более переносимым режимом, особенно говоря о кардиотоксичности. Включите на большом экране английские слайды. Техники. Ну, также мы видим с вами, что сейчас мы еще поговорим об этом. Сейчас TCH используется активно в неодювантном сценарии. Мы сейчас перейдем к этой теме. То есть это на самом деле основа и база для очень многих неодювантных исследований, используя именно комбинацию TCH или комбинацию TCHP. Почему это значимо? Итак, наша философия всегда была такая. Когда мы проводили неодювантные исследования, не начинать с AC, понимаете? AC – это не слишком хороший вариант в неодювантном сценарии. Мы знаем из разных исследований, понимаете? Там нет полного ответа, понимаете? И TCH – основа, это тростозумап, понимаете? Вот это ключевой момент. Используя тростозумап. Поэтому, что мы должны сказать? Самое лучшее должно быть самым первым. Поэтому, если, допустим, мы начинаем неодювантную терапию, начинайте с тростозумапа. Не начинайте с четырех циклов AC или VAC или другой комбинации, за которыми идет TCH, понимаете? Сначала должно самое лучшее. Начинайте с T. Ну, а дальше в этой комбинации это TCH. Это прекрасный вариант. И следуйте этой рекомендации. Итак, это означает, что в конечном итоге, каковы же рекомендации сейчас? В рекомендациях NCCA, NCCN, американских рекомендациях. Итак, это ACTH или TCH, да? Посмотрите, шесть раз TCH или ACTH в последовательности. 4-4, видите, да? Ну, то есть последовательность антрациклин-TH. TCH сейчас рекомендуется как равнозначная терапия в неадювантном варианте. Таким образом, лучшее должно идти впереди. Неадювантное исследование. Это исследование NOA. Итак, впервые дизайн этого исследования был представлен в начале 2000-х годов, в частности, в 2001-м. Дизайн вообще мы нарисовали на салфетке в Аэропорте Брюсселя. Вот Лука Джани, Пасега и я. Мы сидели, мы были советниками Джонсон Джонсон, которые хотели купить герцептин у компании Genitec. И после этой встречи мы вот там сидели, там была какая-то отсрочка. Мы задержались на 2 часа в аэропорту Брюсселя, делать было нечего. И мы придумали на салфетке дизайн данного исследования. И дальше все-таки герцептин купил рожь. И они сказали, о, боже мой, что происходит, потрясающе. Затем использовать AT&T, антрациклины, в комбинации с тростузумабом. Если сейчас мы прекрасно знаем из исследований 06, основной регистрационной, да, мы знаем этой кардиотоксичности, и таким образом они попросили нас придумать, предложить пилотный вариант европейского исследования, которое было опубликовано примерно в дальнейшем, в 2002 году в Journal of Cancer Research. Это было самое начало, самое начало. Это было первое неодевантное исследование. Итак, результаты. Итак, результаты. Вы с ними все знакомы. Результаты были опубликованы в 2010 году впервые в Lancet. И здесь два момента, к которым я хотел бы привлечь ваше внимание. Первый момент такой. И исследования было достаточно с высокой опуляционной группой. То есть большое количество отечной инфильтративной формы и локально распространенного. Вот эти две превалировали. И давайте поговорим о PCR. Видите, да? То есть посмотрите, мы здесь разделяем на полный патоморфологический ответ только по груди или по молочной железе плюс по лимфузлам, да? Вот смотрите, и мы увидели, что есть разница по этим значениям. Значит, что-то происходит в лимфузлах. На тот момент еще не было понимания. Почему? Почему остаются активными лимфузлы, если в груди мы достигаем полного патоморфологического ответа? Ну, тем не менее, это была ситуация, и общий ответ составил 87%. И здесь, посмотрите, впервые от Европейского регулятора, Европейского медицинского агентства мы получили разрешение на дизайн по неодювантному исследованию. Ну что ж, мы можем, так сказать, кое-что пропустить. Здесь буквально в двух словах скажу. Посмотрите, насколько агрессивными были те варианты, да? Да, смотрите, да, мы не можем сравнить полный патоморфологический ответ от исследования к исследованию. Но иногда это зависит от популяции, от многих факторов и так далее. Итак, перед вами характеристика пациентов продолжается. Вы видите положительность по подмышечным, по эпсилатеральным надключичным и медианно-исходных фракций выборщик, да? То есть, как я уже сказала раньше, мы имеем здесь популяцию однозначно высокого риска. И в конечном итоге, если мы говорим о достижении полного патоморфологического ответа, PCR, посмотрите, по груди 43% по сравнению, 23% без герцептина. И контрольная группа, обсервационная группа, HER2 отрицательная, там был 17% полный патоморфологический ответ, PCR. Но опять же, здесь мы совершенно четко видим, что инфильтративно-отечная часть, она также была очень активна. Вот отечный-инфильтративный вариант, смотрите, 61 случай, 61 пациент. И мы видим, что здесь однозначно в пользу герцептина. Вот смотрите, почти по всем группам мы видим однозначные преимущества герцептина. Но мы понимаем, что в отечный-инфильтративной форме, как правило, высокий процент HER2 положительности. Но также и в других вариантах он присутствует. Итак, на самом деле, это был всего лишь первый этап, первый шаг. То есть до сих пор это не является везде разрешенной комбинацией. Ну, в частности, NTNT одобрилось, исследование ЭМЕ. А теперь дальше появился пертузумаб. И пертузумаб, как вы видите, это очень интересная история о пертузумабе. На самом деле, вначале он показал почти никакого эффекта в комбинации схемии. Ну, совсем чуть-чуть был, совсем чуть-чуть, практически неэффективен был. И дальше исследовательские лаборатории в Пенцберге-Роша, это огромная лаборатория, которая находится рядом с Мюнхеном. Там две тысячи ученых сидит. И вот они сказали, что пертузумаб как-то не очень эффективно, неинтересно. Но если попробовать его использовать в комбинации, то здесь мы находим два интересных момента. Первое. Мы находим инфект синергии, то есть аддитивный эффект, когда мы добавляем пертузумаб к герцептину. Ну, причина какая? Потому что пертузумаб связывается совершенно с другим эпитопом, с другим центром связывания на рецепторе HER2. А тростозумаб садится на совсем другую точку связывания. Это первый момент. Но главный эффект комбинации пертузумаба и тростозумаба заключается в следующем. HER2 и HER3 не могут демеризоваться. То есть демеризация блокируется. И сейчас очень элегантно мы называем это хорошим маркетинговым словом. Двойная блокада или двойная блокировка. Двойная блокада, которая предотвращает демеризацию HER2 и HER3. И это означает, что путь транзукции сигнализации максимально блокирован на данном этапе. И дальше пример. Очень интересное исследование. Исследование неосфера. В данном исследовании мы смогли ответить на очень многие вопросы. Очень многие вопросы. Хотя было относительно небольшое число пациентов. Посмотрите. Ну, примерно 400 с небольшим пациентом. 450 примерно по 100 в каждой группе. Но очень потрясающий дизайн. Это фаза 2 исследования, которая ответила на целый спектр вопросов с однозначными результатами. Итак, первая. Группа 1. Тростозумаб плюс Досетаксел. Вторая группа. Комбинация пертузумаб-тростозумаб плюс Досетаксел. Группа С. Группа 3. По-другому. Очень важная группа. Вы видите, что это без химии группа. Без химическая группа. Только комбинация двух антител. И, наконец, группа 4. Это Досетаксел с пертузумабом. Вот, смотрите. Этот дизайн. Небольшое число пациентов. Исследование фаза 2. И в результате мы смогли ответить на огромное число вопросов. И. Ой-ой-ой. Все пропало. У нас пропали все слайды. Что, батарея села, да? У компьютера. Да. Я заметил. Это как в современных машинах, понимаете? Электромобиль. 100 километров проехал и встал. Я вижу, что в России те же проблемы с компьютерами. Звукоинженеры. Вы чем там заняты? Да. Я могу нажимать на кнопочку, и ничего не происходит. Я жму. Вы что думаете? Ну, я могу так поговорить. Рассказать об исследовании. Нет, я вслепую, знаете, могу рассказать. О, неужели? На английском вывели слайды. Прекрасно. Спасибо большое. Итак, вот перед нами тот ключевой слайд. Я думаю, что вы все знакомы с этим исследованием. Но сейчас я бы хотела показать еще раз. Смотрите. 16.8%. Достижение полного патологического ответа только на фоне антител. Третий столбик. Это совершенно новый результат. Понимаете? Мы этого не знали. Мы не подозревали, что антитела сами по себе уже дадут нам относительно высокий, высокий уровень достижения полного патоморфологического ответа. PCR, так называемый. И комбинация. Смотрите, слева. Зеленая колонка. Смотрите. Мы видим тройную комбинацию пертузумаб, пертузумаб, датстоксел. Мы получаем очень хороший вариант. 45.8% достижения полного патоморфологического ответа. Ну, справа то, что я уже говорил. Ну, пертузумаб сам по себе, как видите, слабое антитело. Одно. Говоря о уменьшении размера опухоли, работает хорошо, работает только в комбинации с тройтузумабом, блокируя деморизацию HER2, HER3. И опять это, собственно, то, что мы знаем сейчас. Мы все это знаем. Посмотрите. Частота достижения ППО, полного патоморфологического ответа в зависимости от гормонального статуса. Видите? Есть небольшая разница по эффективности, конечно. И, главным образом, это в пользу HER2 положительного варианта ER-PR отрицательного, то есть гормонально отрицательного. Но посмотрите, разница 5.9% в группе HP. Дальше 27.3%, вы видите, да? То есть частота полного патоморфологического ответа. Очень интересно. Почему? Потому что, на самом деле, здесь разница выше, чем в других колонках. Вы видите 20, 26 и так далее. Здесь в 5 раз. 5 раз. И, соответственно, это требует своего объяснения. Итак, метаанализ, в частности, который был показан дальше FDA, Картасаром и другими авторами в этой публикации, которые были вовлечены в это исследование, во многие другие исследования, неодевантные исследования, которые проводились в тот момент во всем мире. И здесь мы видим с вами совершенно точку, что тройной отрицательный и HER2 положительный это единственные группы, которые получили наибольшее преимущество по данным этого анализа. Потому что, конечно же, в данном случае здесь полный патоморфологический ответ оказался лучшим прогностическим фактором. И, соответственно, это привело к разработке рекомендаций. Рекомендации, в частности, от лица FDA, что именно эти две группы, тройная негативная и HER2 положительная, являются теми, которые эксклюзивные преимущества получают лучший прогноз именно от неодевантных сценариев. Поэтому рекомендации сейчас изменились. Всем рекомендуется использовать в HER2 положительный и отрицательный именно этот вариант терапии. То есть до начала неодевантный, до операции. И, собственно, вы можете видеть эти рекомендации. В Германии все так работают сейчас. Италия. Это лука. Это лука, конечно же, там. И, честно говоря, это не итальянское исследование. Это было международное исследование. Хотя, так сказать, он был первым автором. Хотя и из России были соисследователи, коисследователи. Я думаю, что в НОА профессор Семиглазов много набирал пациентов. И мы также видим преимущества. Преимущества, однозначные для HER2 положительного гормонорецептора отрицательного варианта. Итак, следующий шаг. Он тоже очевиден. Неосфера. Это было исследование фаза 2. Понятное дело, что в НОА сфере комбинации THP, это означает токсоделл, герцептин и пертузумаб, требует подтверждения дальнейшего. Потому что там было относительно небольшое число пациентов. И одобрение FDA, оно было с условием. С условием на 2 года. До тех пор, пока больше данных не появится, не будет опубликовано или не будет дополнительного подтверждения исследования сферы. То есть FDA дали период. На 2 года вам даем разрешение, зеленый свет. Потому что мы действительно должны показать эффект группы пертузумаба-тертузумаба. И все это было сделано дальше, в дальнейшем, в рамках исследования Кристини. Здесь вы видите две основные точки. Первоначальный дизайн был вот такой. 5 групп было. Исследование ТРИО. Дизайн первоначальный был 5 групп и РОЖ 3 группы обрезал. Потому что они были абсолютно уверены в эффекте и сказали, да зачем нам 5 групп? Нам достаточно двух. И вот здесь было две группы. ТСХ плюс П и ТДМ1 плюс П. Ну и ладно, сказали, что достаточно. Потому что, может быть, это будет новым стандартом. И, соответственно, ТСХ и П, это была контрольная группа. Да. Итак, два момента. Первое. ТСХ, опять же, мы видим, да, после исследования BCRG006. Итак, ТСХП. Контрольная группа в США. Посмотрите, это везде было принято. И в США, да, это основа этого исследования. Это было ТСХП и экспериментальная группа ТДМ1 плюс П. И результаты данного исследования, как вы понимаете, были опубликованы. 422 пациента суммарно. Результаты данного исследования однозначно показали преимущества контрольной группы. ТСХ плюс П. Итак, это исследование было озвучено НАСК в этом году. Сара Херметс это делала. Первоначально это было исследование ТРИО, как я уже говорила. Итак, ТСХП 12% преимущества по сравнению с ТДМ1 плюс ПРТУЗУМАП. Мы ожидали. Мы ожидали этого, конечно же. И я вернусь еще к этому через минуту в Майами, в исследовании Майами. Мы ожидали это. Мы ожидали эту разницу, примерно такую. Но, возможно, это и характеризует сейчас новый стандарт ТСХП. И я думаю, что в ближайшей ситуации, в эдюантном сценарии, скорее всего, это тоже будет в будущем. Надо подождать, подождать данных по афинности в других сценариях. Скоро эти данные появятся. Но, честно говоря, я думаю, что ТСХП может использоваться как в нео-адюванте, так и в адюванте. Ну и опять же, мы видим, что активная вовлеченность русских центров, центров из России. Большое спасибо всем. Поэтому это большое международное исследование. США, Украина, Тайвань и так далее, и так далее. Куча других. Да, все трио-центры во всем мире были активно вовлечены в это исследование. Ну что ж, фаза 3, фаза 2. Да, пертузумаб и в хердоположительном РРМЖ. Итак, неосфера, мы уже говорили, трифаэна показала те же самые результаты, как и неосфера. То есть мы видим неодювантный режим с разными вариантами химиотерапии, да, включая антрациклины. То есть на самом деле, affinity исследования – это кардиотоксичность, которая также оценилась и в трифаэна. И я думаю, что мы должны подождать данных, которые, может быть, будут в ближайшем будущем и представлены. Итак, я должна вернуться вот к этой истории. Опять же, программа клинической разработки TDM1. Большая программа, большая, с 7 по 14 год. То есть первоначально это была Эмилия, да, тем фаза 3 исследования тростузумаб по сравнению с кепцитабином и лопатенибом опубликованы буквально несколько лет назад вот уже. И все были такими большими энтузиастами, кричали «О, TDM1». Я думаю, что все знакомы с этим вариантом, конечно же. То есть это тростузумаб в комбинации с мтанзином, это цитотоксическая составляющая. И исследование сравнивало X плюс L Эмилия. Ну и дальше исследование Марианна. Итак, перед вами дизайн этого исследования Эмилия. Как вы видите, локально распространенный TDM1 Plus Lab. Клиническое исследование Эмилия. Вот его клиническое обоснование. И вы видите данные по подгрупповому анализу выживаемости без прогрессирования. Вот этот анализ ВБП. Вы видите, что все подгруппы здесь были однозначно, однозначно в пользу TDM1. Даже, так сказать, за исключением группы 65 лет, да. Ну и здесь вы видите преимущество по общей выживаемости, предварительный анализ. И вот эти данные. Окончательный анализ общей выживаемости в исследовании Клеопатра. Терапия первого ряда с применением пертузумаба, тростузумаба и дозетоксела, которое было представлено совсем недавно, в 2016 году. И вы видите первая линия. Это важно, первая линия. Итак, пертузумаб, тростузумаб и дозетоксел у пациентов с ХЕР-2 положительным метастатическим РМЖ. Далее, плацебо с тростузумабом плюс дозетоксел и дальше пертузумаб с тростузумабом. Здесь вопрос, первый вопрос, да. Что является стандартом сейчас и комбинации пертузумаба плюс тростузумаба плюс дозетоксела, да. То есть это была экспериментальная группа. И далее при метастатическом сценарии первичная конечная точка, это выжимает здесь прогрессирование. Были и вторичные критерии оценки, конечно же. И вы видите эту большую разницу по вариантам ПТЗ плюс Т плюс Д по сравнению с плацебо плюс Т плюс Д. И вы видите однозначно преимущество двойной блокады двумя антителами. Это означает в конечном итоге, что Клеопатра, ну выводы очевидны, что добавление пертузумаба к стандартной терапии первого ряда достоверно улучшает медиану общей выживаемости существенно на 15 с лишним месяцев. И общая выживаемость очень хорошая, 56.5 месяцев общая выживаемость. То есть это беспрецедентно я в рамках данного показания подтверждает, что пертузумаб может быть стандартом первого ряда для пациентов с хердоположительным метастатическим РМЖ. Ну что ж, я практически завершаю свое выступление. Осталось пара слайдов. Марианна, фаза 3. Фаза 3, Марианна. Итак, дизайн тоже был понятен. Тростузумаб с токсаном в терапии первого ряда по поводу хердоположительного метастатического РМЖ. Когда это начиналось, никто не знал об исследовании пертузумаба. То есть вот, смотрите, дизайн здесь. Итак, у нас, смотрите, тростузумаб с дотетокселом – это стандартный контроль. Ну, не лучший, скажем так. Ну, на тот момент мы не все знали. И дальше у нас TDM1 с плацебо, TDM1 с пертузумабом, две группы. Ну, так сказать, в принципе, хорошо сбалансированы. Критерии оценки вы видите. Более 300 пациентов в каждой группе. Итак, первый пациент в 2010 году, наоборот, последний в 2012. Данные, которые мы знаем уже с декабря 2014 года. И я думаю, все были, конечно, слегка шокированы. Потому что разницы это не оказалось. Не оказалось между этими тремя группами. И, честно говоря, видите, очень равнозначно, очень похоже. Потому что герцептин и дотетоксел являются достаточно слабой контрольной группой. Но не было разницы между TDM1 плюс плацебо и TDM1 плюс пертузумаб. Но вероятность лучше была. По бочке было меньше, понятно. И не было других нежелательных явлений. Ну, понимаете, большая цена, конечно же, для того, чтобы заплатить за равнозначный результат. И, честно говоря, субъективное улучшение в группе TDM1. Но в любом случае, в конечном итоге это означает следующее, что первая линия, метастатическое заболевание, THP. Я сегодня слышал, что герцептин плюс пертузумаб доступен уже в России. Доступен. И у вас есть специальная комбинированная упаковка. Биодайм. Вы можете получить все в одном флаконе. Герцептин, пертузумаб и раствор для разведения. Очень хороший маркетинг. Очень хорошо. Очень хорошо. Потому что я слышала, что у вас уже биосимиляры в дверь стучатся. Да. И еще, кроме того, первая линия. Трастузумаб плюс пертузумаб. Вторая линия TDM1. Вот так. Если вы спросите меня в соответствии с теми данными, которые мы имеем. Итак, на этом я закончила свою презентацию. Большое спасибо за ваше участие, за ваше внимание. Ну, буквально пробежались по всем трем группам. Большое спасибо. Большое спасибо, профессор Айрман. Да, мы тоже были с авторами всех этих публикаций. Поэтому я думаю, что вопросов у нас нет. Всем все понятно.